И снова здравствуйте, всем привет, Blender 2.91 Вот такая вот машина, по-моему, она из пятого элемента, полиция Скачал в интернете, вроде раскрашено, вроде всё нормально Итак, давайте посмотрим, как сделать полёт машины, да? Поднимаем машину, так, единица на нампаде Так, двойка, тройка на нампаде, семёрка на нампаде И машину сейчас, наверное, R перекрутим Вот так как-то, так, тройка на нампаде И попробуем сделать анимацию именно полёта машины А потом добавим сюда именно дым Тут с дымом, короче, у меня проблемы вышли Сейчас будем рассматривать, что за фигня Прежде чем делать анимацию, давайте первым делом, что я хочу добавить Я хочу добавить сюда меш, добавить куб Сделать ему S уменьшить Там поменьше сделать G подставить 1, значит, вот сюда Куб И где-то вот сюда В выхлопной трубе, наверное, ну, снизу, чтобы типа дым шёл Так, 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 так Тройка на нампаде Или давайте на подкорпус сюда поставим Сделаем его S прям поменьше ещё Тройка на нампаде Привяжем вот к этому объекту к машине Это Ctrl-P Object Теперь выбираем этот куб Давайте его переименуем Напишем, ну, типа Дым Enter Вот он теперь будет в куб 0.7 В машине, вот в этой Дым Так, что ещё можно сделать Добавим теперь add Добавим быстрый эффект Так, object, пардонте Object, быстрый эффект Это Так Quick effect Смог Дым И вот где вот этот квадратик На углу, да Мы это всё делать Теперь R Перекрутим Вот так S уменьшим G Подставим к кубу Так, а где он у нас находится Вот он Надо чуть-чуть пониже опустить Чтоб видеть Тройка на нампаде И вот эту часть Растянем Транспозом Вот таким вот образом Побольше поставим И как-нибудь вот Вдаль выведем Чтоб куб здесь был Есть такое дело Это одна часть сбоку Будет дымать и другую Потом Сделаем Shift И туда перекинем Так, тройками нампаде Нужно вот этот Быстрый эффект Привязать Наверное Давайте его Привяжем к кубу Ctrl-P Object Вроде все налажено Смотрим Выбираем все вот это дело И пишем анимацию Анимация Это Вариация Именно с мая Как делали Этот буханку Полет буханки Первый кадр Делаем Значит Shift D А, пардонте Ctrl-Z Делаем И Английскую Делаем Локация Ротация Теперь На двадцатом Кадре Как вот В ролике Поднимаем Все это дело И чуть-чуть Вперед Продвигаем Пишем А И Лок Рот Теперь На сороковом Кадре Делаем Полет Вперед И Делаем Разворот Р Вот так А И Лок Рот Ну и Наверное Где-то До Семидесятого Кадра Давайте G Типа Он Улетел А И Лок Рот Можно И Лок Рот Просто я дублирую Чтобы Ну Все прописалось Итак Давайте Настроим Теперь Дым На первом Кадре Так Это Будет У нас Подъем Дым Идет Ставим Семидесят Кадров Сразу Прогоняем Все это Дело Вот Какой Никакой Один Пошел Возможно Вот эта Часть Слишком Маленькая Нужно Будет И Сделать С О Пардонте Ctrl Z Вот Этому Дыму Сделать Наверное Вот Так Как Расширить Его Что Л Проверяем Что Получится Ну Дым Маловатый Так Значит Что Прибавим Размер Кубу Сделаем Чуть Чуть Побольше Так Вот С Прибавим Куб А вот Эту Часть Наверное Сплюснем И Уведем Чуть Чуть Вниз Проверяем Что Получилось Ну Все Вот Дым Есть Теперь Надо Поднастроить Дым И Добавить Сюда Эт Добавляем Значит Это И Ветер Эт Форс Филд Вин Вин Вот Этот Ветер Разворачиваем Где-то Вот Здесь Подставим Под Корпусом Чуть Чуть Еще Развернем Чтобы Он Как Был Вниз Дым Гнал Ну Так И Физики Это Все Дело Поднастроим Так Значит Флоу Вот Эта Часть Расширяем Делаем Ее Посильнее Ветер Так Noise Сид Вариации Давайте Чуть Чуть Поменьше Поставим Так Теперь Ctrl Z И Привязываем Вот Этот Ветер К Машине Ctrl P Обс Делаем Что Что То В Так В Таком Духе Теперь Давайте Поднастроим Какую Штуку Так Выберем Ну Вот Этот Типа Дым И В Шейдингах Чуть Чуть Его Поднастроим Так Первым Делаем Это Все По Роликам Из Ютьюба Добавим Add Добавим Так Вектор 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 Матч Пардон Ти Не Его Так Input Вот Он Volume Info Потом Добавим Input Не Input Это На Конвертер Color Ramp Color Подключаем К Эмиссии А Вот Этот Подключаем По моему Decision Вот Сюда Вот Есть Такое Дело Пробуем Все Это Дело Смешать Ну Вот Какой Никакой Получился Уже Дым Так Сейчас Проверим Как Он Работает Ну Вот Уже Нормально Шлейф Остается Теперь Нужно Ему Именно Размер Поставить Так Это Control Z Shift Z Так Control Z Control Z Опять же Шейдинги И так Делать Не Надо Делать по моему интро матч квик конвертер матч вот этот матч добавим здесь переключимся на мультипле и повысим эту штуку до 1000 до 6 хотя бы так здесь у нас опять же смешиваем вот эти цвета вот так если поставим сюда больше то получается вот такая штуки так чуть-чуть поближе черный чуть-чуть тоже поближе цвет можно подтянуть можно даже на середине попробовать их здесь встретиться чтобы не вам не нам и такой темноватый цвет был вот что-то в таком духе так теперь кламп не надо ставить эмиссию вот если мы уменьшаем валу это то у нас получается темный цвет а так у нас если больше прибавляем смотрим что получится вот такой вот дым хлопаем нормально в принципе так лаяут вот такой остается шлейф теперь нужно еще наверно настроить ветер так я сейчас переключу семена на русский язык чтобы тут не путаться чуть-чуть так это значит spanish russian вот раз мы будем смотреть так интенсивность ветра побольше поток побольше сможем что получил то значит поток поменьше интенсивность тоже чуть-чуть поменьше там не плоскость оставим так давайте линия ну вот уже что-то это получается но все равно далеко от того что хочется так значит g если ветер поставим сверху ну в принципе что-то этакая теперь выберем опять же это дым и зайдем шейдинги и посмотрим значение 42 это много поставим где-то давайте 1700 вот уже помягче это все дело происходит также можно подобрать именно цвет выбрать не белый а допустим какой-нибудь серый вот уже серый цвет можем добавить еще допустим ползунок один и на этот ползунок поставить допустим цвет красный вот и вот как-то их тут поделить смотрим что получилось так это значит уже белый перебор черный сюда белый сюда красный в середину так и серый можно чуть чуть ближе подвинуть ну что-то в таком духе получается так что еще можно сделать это значит пламя так вот это не надо второй раз делать поэкспериментируем допустим color так черный что-то убежал меня далеко ну вроде уже дым остается да нормально сильно не надо анизотропию можно еще попробовать повысить ну пойдет понизить непрозрачность так что еще тут с вентилятором посмотрим что происходит так это опять же физика вот такая вариация 64 тут поставим давайте 42 коэффициент ветра чуть-чуть поменьше поток это значит преобразование силы эффектора скорость воздушного потока значит еще поменьше можно его поставить пусть слабый будет интенсивность 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 силового поля чуть-чуть тоже понизить чтобы хотя бы этот дым оставался так смотрим лайаут ну так как то так теперь если вентилятор интенсивность чуть-чуть подальше увести ну вроде нормально что-то такое получается так и интенсивность наверное вот здесь в шейдингах чуть-чуть прибавить надо или еще уменьшить так смотрим что получается так вот прибавляем у нас больше получается белого такого тогда прибавляем значение ну чтоб его тоже много не было но уже нормально и сделаем еще такую штуку вот это выберем вот этот дым и выберем через shift вот этот куб и сделаем shift d и продублируем на другую сторону вот так и один наверное чуть-чуть поставим не знаю как бы наверное вперед по так повыше так смотрим что получилось о пасе кучно пасе классно так включаем теперь нужно настроить это все дело камеру и значит вот этим кубам надо найти значит то дым и поставить им невидимость при рендере чтобы именно рендер их не как ну не запечатлел на рендере вот этом так это по-моему вот этот или нет так это вот первый рендер долой и второй тоже рендер долой ну а здесь все нормально так теперь на первый кадр ставим ветер еще можно поднастроить тут потом поиграться с настройками я просто сейчас пока принцип хочу понять теперь значит добавляем сейчас я уже на английский переключусь потом буду это дело еще тут сидеть корректировать настройки и теперь на английский опять закрываем открываем открываем теперь это и находим камеру камера долбик камера вот это а вот эту камеру основную вот эту можно удалить получается делит мы и удаляем а выбираем долбик камеру вот это долбирик долбирик я за него уже показывал тоже ролики есть так вытаскиваем где-то вот сюда вот так перекручиваем заходим теперь в пост мод выбираем вот эту камеру всю так 0 на нампаде вот так все это дело выглядит выбираем ползунок вот этот ориентир выглядит он вот так и уводим его g английская чуть повыше машины 0 на нампаде вот так все стоит значит пишем вот этот прописываем саму вот эту сам ориентир на который камера будет ориентировать за который следит камера на первом кадре и блок рот на двадцатом кадре значит мы вот эту штуку g наверное как тот чуть чуть над ней поставим или пусть так и остается давайте на сороковой то сразу пропишем сороковой кадр g и вот так вот и вдали и проводим и блок рот ну а здесь 70 она улетает а поставим на шестидесятом g на шестидесятом g ну как то наверное так и блок рот проверяем что получилось взлетает машина вы видите что это камера более менее мягко работает все нормально теперь настраиваем свет значит так свет у нас как выходит а темпэн G значит это пока закрываем лифт включаем видимость света выбираем лифт и настраиваем лампочку так это в других посмотта вот жидно тогда она будет видна так лампочка и ставим свет свет ставим на семерку Проверяем, где свет и как он влияет на анимацию. В принципе, нормально. Так, что еще? Ну, настраиваем теперь вывод. Нажимаем на вывод и жмем десктоп. Ставим формат PNG. Так, MPEG видео, а PNG убираем. Так, стереоскопий не надо. Ambient Occlusion. И можно попробовать сделать рендер. Нажимаем рендер, рендер анимации. Ждем, смотрим. Все, всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok